Чиновники Европейского Союза наложили на Александра Ткачева санкции. Теперь главе региона до ноября запрещено въезжать на территорию Евросоюза. В ЕС считают, что Ткачев был одним из первых, кто поддержал новые власти полуострова, за что и был награжден медалью за освобождение Крыма. Губернатор края не расстроился из-за санкции, о своем отношении к ним он написал в Твиттере. Что касается санкций ЕС, то с первого дня я и вся Кубань поддерживали нашего президента в том, что братский народ нельзя оставлять в беде. Наши казаки сделали все, чтобы спасти жизни крымчан. Кубань помогает и сегодня. Принимаем тысячи беженцев с Украины, бегущих от этого ада. Именно поэтому я нисколько не сожалею по поводу санкций. Даже если бы раньше знал, что они будут, делал бы именно то, что делал. По мнению Александра Ткачева, все эти запреты в итоге навредят самому Евросоюзу, а не России. И пугать такими санкциями абсолютно бесполезно. Учитывая, что многие европейские компании ведут свой бизнес на Кубани, сами жители Европы часто приезжают сюда на отдых. Кроме того, уже в октябре в Сочи пройдут международные соревнования «Формулы-1», а в 2018 – чемпионат мира по футболу, где также будет много туристов из Европы. Кроме губернатора Краснодарского края, в черный список попали глава Чечни Рамзан Кадыров, руководитель ФСБ Александр Бортников и еще пять высокопоставленных российских чиновников. Им запрещено въезжать на территорию ЕС, а их счета в европейских банках заморозят. Таким образом, число людей, попадающих под санкции из-за ситуации на Украине, выросло до 87.